Тепло и уютно. Сейчас Юлия Киричкова так говорит о своей квартире, но еще помнит время, когда все было по-другому. Два года назад с первыми заморозками холод проникал в жилье. Это доставляло большие неудобства, особенно с двумя детьми. В прошлом году в многоквартирном доме сделали капитальный ремонт, а именно обшили фасад. Теперь ожидать запуск системы отопления намного комфортнее. До этого у нас было очень прохладно. В квартире, особенно в детской комнате, мы включали обогреватели, одевали детей в теплые вещи, свитера, носки. Бывало даже такое, что и ночами мы спали все укутанные. Когда нам утеплили, стало намного комфортнее, намного теплее. И в принципе я очень довольна. Стало тепло и я думаю, эту зиму мы также переживем без холода. Большинство квартир питаются от центральной системы отопления. Батареи в жилом фонде подключают после того, как температура за окном в течение пяти дней остается ниже 8 градусов. Потому, пока одни урайские собственники ожидают теплые батареи, другие уже включили индивидуальные газовые котлы в своих квартирах. В городе 26 домов с автономной системой отопления, благодаря чему их жители не зависят от запуска тепла в Урае. Как, например, дом номер 27А второго микрорайона. Иван Будункевич настроил котел на нужную температуру неделю назад. Газовые котлы двухконтурные, которые работают как на отопление квартир, помещений, так и на горячее водоснабжение. Кроме того, в доме еще установлен газовый котел на отопление и горячее водоснабжение мест общего пользования. Также несколько домов питаются автономными котельными, установленными на крышах. Их подключает управляющая компания, правда, вместе с общим запуском. В Покачах тепло подали в жилые дома и все учреждения с 1 сентября. К старту отопительного сезона готовились все лето. Провели текущие работы, а также капитальный ремонт инженерных сетей в доме Намира-8. Всего в Покачах заменили или реконструировали 383 метра сетей канализации теплоснабжения и водоснабжения, или 100% запланированного объема. Ветхого фонда, который требует немедленной замены, в городе нет. Порывов быть не должно, но коммунальщики подстраховываются. У нас существуют аварийные бригады, создан аварийно-материальный запас. На случай ЧП время реагирования у нас составляет не более часа. То есть все аварии, все нарушения будут странироваться оперативно. В Когалыми тепло тоже поступило в жилые дома, но телефон аварийной службы не умолкает. Некоторые жители продолжают мерзнуть. Причин, из-за которых батареи остаются холодными, может быть несколько, говорят специалисты. Единственную верную определяют методом исключения и проверок. Надо проверить списки по отключенным стоякам, не было ли аварийного отключения. Второе, это может быть просто люди, бывает, элементарно перекрывают неправильно трехходовые краны. Это старого образца, который стоит на радиаторах. У него там есть два или три положения, которые можно в два правильных, а третий неправильный. Если они его неправильно перекроют, то отопление в циркуляции просто по стойку не будет. За счет этого батареи будут холодные. И еще одна распространенная причина блокировки тепла – завоздушивание системы отопления. В любом случае, при возникновении проблем с отоплением, стоит обратиться в аварийную службу своего города. На следующей неделе, по прогнозам синоптиков, в Югре ожидается аномально холодная погода, которую будет сопровождать затяжной снегопад. К счастью, коммунальщики наших городов готовы к неожиданностям и обещают тепло в каждый дом в самое ближайшее время. Елизавета Портнова при содействии коллег. События.